Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Мой канал не только о вязании, а в целом о моей жизни. То есть, чем я вообще живу, чем дышу, чем занимаюсь и так далее. Все здесь есть на моем канале. Мне опять поступают комментарии по поводу того, что за ерунду вы показываете, показываете вязание. Я считаю, что это просто потребительское отношение ко мне. И, в общем-то, я не блокирую таких людей, просто удаляю сообщения. И надеюсь, что у человека, может быть, проснется какая-то хоть совесть, хоть немножко. Потому что на моем канале столько вязания, что не у каждого столько, как у меня, скажем так. И я не могу, уже и возраст у меня не позволяет сидеть без остановки, вязать. И вообще, как бы, у меня есть и реальная жизнь, от которой я не отказываюсь, скажем так. Поэтому я считаю, что по меньшей мере это некрасиво, когда так пишут люди. Потому что они не знают, наверное, что такое вязать с утра до вечера, не разгибаясь, еще создавать мастер-классы. Поэтому спишем им это на незнание. И пусть они идут и ищут те каналы, где только о вязании. Их очень-очень достаточно много. Ну, а сегодня мое видео, конечно же, будет о вязании, раз я заговорила о нем. Вы знаете, нет возможности мне, не то, что нет возможности, а нечего мне сегодня вам показывать. В том смысле, что в лох снимать нечего, потому что на улице идет снег. У нас, у нас истинно крещенская погода, мороз и ветер и снег. Вот. И как бы вязание уже неоднократно я вам показывала свое, то, что я сейчас вяжу в процессе. И в воскресенье у меня выйдет видео о готовых работах, если все будет хорошо. Я вам покажу, есть у меня результаты. Вот. А сегодня я прям с утра провела у себя небольшую ревизию в моих, ну, скажем, долговязах. Да? Назову я это так. Я их уже неоднократно показывала на своем канале. Но, конечно же, время от времени я перебираю что-то, что-то вытягиваю, даю продолжение, да? Ну, то есть, в работу забираю, а что-то складываю опять в свое место. Вот. И давайте я вам предлагаю посмотреть вместе со мной то, что я на сегодняшний день вытянула. И, как бы, что же я оставлю, а что отправлю, как говорится, назад. И начать я, наверное, хочу вот с этого изделия, которое мной вязалось очень-очень давно. Я уже показывала, говорю же неоднократно, его. И, вы знаете, я, наверное, его оставлю сейчас здесь и продолжу вязать. Вы, наверное, сразу же увидели вот такой узор. Это листья, да? Которые листья кученели, как бы все сейчас помешались на этих листьях, да? Но вот это изделие я вязала больше восьми лет назад. Начинала вязать больше восьми лет назад. Значит, пряжа у меня ангора-рам, которую уже сняли с производства. Здесь или 500 метров, или 550 в 100 граммах, я сейчас уже точно не скажу. Вот. Вязала я, по-моему, на спицах номер 3. Сейчас спиц нету, я их забирала в работу. Ну, в общем, вот как бы есть у меня то, из чего я буду вязать. Здесь же хочу вам показать, если вы уже мой давний подписчик и давно со мной на канале, да, то вот они моточки, рукоделие для дома. Это те первые моточки, которые реанимировали мое вязание, назову я это так. Я рассказывала в своих тегах, рассказывала в своих видео о том, что я долгое время не вязала, да, был большой промежуток времени, когда я вообще не вязала. И когда дочь приехала ко мне в Москву для того, чтобы остаться там жить, устроиться на работу, то и вот она однажды шла с работы и остановилась у киоска, купила себе журнал с вышивкой, а мне купила журнал с вязанием. И там к этому журналу прилагалось два моточка пряжи. Вот один есть, а второй не знаю где. Может, я его куда-то оприходовала. Ну, один вот как память все же есть. Нету второго. Я даже не знаю, что здесь. Что-то здесь написано, но очень мелко. состав 50%. Акрилы 50%. Вот что-то там написано. Шерстяные. Я очки еще не взяла. Вот. Ну, в общем, лежит. Не знаю, как раритет. Так что оставлю я пока здесь наверху. У меня есть схема. Нужно мне ее найти. И я это еще не 100%, конечно. Может быть, все... Ну, как... Может все измениться. Но вот, как бы, желание такое у меня появилось. Одеть спицы. И продолжить вязать. И посмотреть, что же из этого получится. Так, следующее. У меня все вот оно находится в таких вот... Ну, либо коробочки, либо пакетики. Такая вот коробка, да? У меня есть. В фикс-прайсе, по-моему, покупала. Здесь у меня лежат следующие изделия. Здесь у меня лежат мотивы для пледа, да? И я взяла вот их сложила и забыла, что я их сложила. Потом уже в другом месте начала вязать другие мотивы. У меня еще в другом месте лежат такие же мотивы. Ну, хорошо, что я эти нашла. Можно теперь, как бы, еще собрать может быть, часть пледа, а может быть, и на плед хватит. У меня таких мотивов уже много. Вот. И у меня, значит, есть вот такое вязание. На канале есть мастер-класс по вязанию вот такого узора. Очень симпатичный, красивый узор. Но, вы знаете, опять вот я уже который раз думаю, что все-таки вязание снизу это не мое. Мне нужно вязать сверху. Потому что, ну, я, наверное, обленилась уже в последнее время. По идее-то можно снизу связать. Но, вот, как-то мне не хочется. А вот сверху бы начать это вязание. И, я не знаю, то ли распустить, то ли мне жалко. Не знаю. То ли мне жалко. Это пряжа у меня детский хлопок. Пихорочка. Да. Цвет 0,3. Значит, состав 330 метров в 100 граммах. Ну, и это стопроцентный хлопок. Мерсеризованный. С этой пряжи можно вязать и спицами, можно вязать и крючком. Я думаю, что очень симпатичное получается. Значит, что это за узор, где его взяла? Я увидела в интернете связанный кардиган ажурный. и как бы есть узор. Ну, была схема, как вывязать. Я и рассчитала. У меня все есть. И не знаю я. Замешательствия. Сейчас, конечно, вязать я не буду, но до весны мне надо, наверное, решить, продолжить мне его или нет. Потому что опять 25. Возвращаясь к тому, что у меня-то фигура какая. Я вообще начинала вязать для себя его. И получается, что вот по этой причине, что мне сложно снизу вязать вверх, у меня лежит очень много изделий. И вот я не могу сказать, что много это я, конечно, загрубила, но есть несколько изделий, которые мне нужно либо распустить, либо перевязать. И, скорее всего, что придется распустить и перевязать сверху. Ну, пусть еще немножко полежит. Да, хорошо тем вязать, у кого фигура там, допустим, сверху вниз. Ну, как вот, допустим, есть большинство таких фигур, когда, допустим, ну, скажем, 90 на 90, да, 90 по обхвату груди, 90 по бедрам, к примеру, или разница небольшая, тогда проблем нет. А вот как у меня, это, в общем-то, проблема. Ладно, пусть полежит еще. Ну, и вот это гаремычная тоже кофточка, которую я начинала вязать для себя, да, или для дочери, я чуть не помню уже, кому я начинала вязать. В принципе, я могу еще и для себя, и для дочери, как бы, здесь узор вяжется, зависит от того, сколько я свяжу регланную линию. В чем здесь причина? В том, что вот я набрала вот такой вот полошнур вверху, и мне кажется, что для летнего изделия грубоват вверх такой, с другой стороны я уже подумала, думаю, может быть, все-таки оставить и на рукавах тоже внизу вот сделать вот такой вот полый шнур. В общем, я решила оставить пока наверху. Ну, не убирать, оставить эту кофточку. У меня вот есть пряжа. все все это у меня лежит вместе с этим изделием. Оставлю. Подумаю. Подумай над ней. Такая симпатичная, да, регланная линия? так, что у меня здесь? Мария Искусница, мне канал был раньше Мария Искусница, теперь она переименовала блогер Маша Маша из Германии свой канал. Она мне вот делала подарок и проектная сумочка у меня используется. Спасибо большое, огромное, преогромное. Что у меня здесь? А здесь то же самое, что и там. Здесь то же самое, что и там. значит начала я вязать вот таким узором очень-очень замечательным. Мне нравится. Это я собиралась вязать ажурный жилет дочери. Ну, опять уперлась в то, что получается, что у нас с ней одинаковые фигуры и снизу вязать это себе дороже, как говорится. И вот я его положила. Часть деталей, скажем так, положила и она у меня лежит. Но у меня пришли на этот счет другие мысли. Очень мне нравится. Вот смотрите, как красиво здесь внизу. Вот. И я решила тут немножко пофантазировала и кое-что придумала. Не знаю, воплощу я это или нет, но на сегодняшний день вот я хочу тоже оставить здесь у себя наверху и в общем подумаю и может быть даже вы увидите мой дизайн новый. Ниоткуда не взятый, взятый только у меня из головы. Так, мне нравится тоже этот узор. На одном дыхании провязала вот до этого места. Получается, это как раз если вязать кардиган, то это я дошла где-то до талии. И тут уже мне нужно делать убавки и так далее. И в общем все у меня стопорнулось. Ладно. В общем не буду долго останавливаться. Тоже я оставляю пока наверху подумаю. Так. Что у меня еще здесь? Так, убираю. Следующее сокровище мое. Так, а здесь у меня вот такая красота. Тоже хочу оставить и повязать. почему хочу оставить и повязать. Вообще изначально как бы что это задумывалось? Это задумывалась наволочка на подушку. Я ее такую увидела вязать. канале у турецкой вязальщицы. И я не знаю турецкий язык, но я по тому, как она вязала, разобрала этот узор. Да. И на моем канале есть мастер-класс как вязать подобный узор. И в общем-то я начала вязать. Мне очень понравилось. И я не помню почему что меня перебило. Вот. И я вот сейчас хочу. Я уже давно не вязала крючком ничего. И прямо у меня уже руки соскучили за крючком. И вот я хочу взять крючок и повязать еще немножко. Вяжется очень легко. Очень легко. Плотное такое полотно получается. Наволочку довязать что ли. Видите у меня здесь размер наволочки. Симпатичная будет наволочка. нужно ее довязать. Что тут осталось вязать? Всего ничего. Вот. И хоть у меня допустим наволочки здесь в комнате скажем так тематические подобранные под плед там и так далее. А на кухне то у меня такой скажем можно любую наволочку одевать. Можно любую подушку положить и будет красиво и замечательно такой вот прекрасный узор. Поэтому я оставляю. Спросите что это за пряжа? Пряжа у меня Ализе Дива. Цвет 4572 да. Ну тут кто не знает это стопроцентная микрофибра по-моему здесь 330 или 350 сейчас мы с вами глянем 350 метров в 100 граммах вот это связано и не отпарено вот если отпарить то конечно размер будет другой а в компаньоны у меня другая ниточка вот такая Лиза Дива все то же самое но здесь у нас вот такой цвет 3303 вот я вяжу чередуя этот цвет мне нравится вообще такой бесподобный так что это тоже я оставляю здесь это вот прям собираюсь в ближайшее ближайшее время начать вязать может даже сегодня не знаю так следующее вот это вот моя головная боль ой говорят не хочешь себе добра зла не делай никому добра так вот это и у меня вышло мне надо его распустить этот кардиган он очень конечно красивый но опять же у меня 25 нужно распустить сейчас я вам покажу до какого момента есть узор на моем канале и очень много мне комментариев пишут когда вы свяжете почему не вяжете хотя вообще я мастер класс у меня не вязание кардигана а вязание узора вот уже многие поделали тоже мастер классы по этому узору хотя я уже говорила еще раз скажу этот узор я переработала схему и уже непосредственно я его связала по ну как в схеме узор там немножко другой скажем так но я человек нежадный мы все знаем что люди смотрят копируют но если у них нет как сказать они не могут сами что-то придумывать ну пусть пользуются вот и получается довольно таки много я уже вот связала от подреза вот представляете сколько мне распускать и жалко может мне его просто связать и подарить а потом связать еще один Леночка Попова прислала мне пряжу и она вот таким узором тоже там начала какое-то изделие вот здесь вот это вот сейчас у меня связано вот сколько это еще не отглажено поэтому вниз еще потянется там же когда отглаживаешь оно становится длиннее оставлю его и в общем посмотрим еще я вот с девочками разговаривала тоже связальщицами есть еще другой вариант чтобы вот это все не распускать существует какая-то лента вот мне они рассказали о том что там в том месте где я хочу разрезать вот как разрезает жаккард с одной и с другой стороны закрепляют там либо тамбурным швом либо прошивают либо есть специальная говорят лента и разрезает и затем уже набирают петли по бокам и вяжут вот я думаю может быть я заморочусь чтобы уже до конца связать как положено и сделаю именно так разрежу мне кажется что что распускать и по новой вязать это вот сколько времени я потрачу да и что допустим я разрежу и затем свяжу клин ставлю мне нужно чтобы вот отсюда шло расширение а у меня связано по прямой вот видите потому что не делала прибавки вязала по прямой это тоже кардиган я планировала связать дочери вот красота красивая и работа проделана конечно большая здесь у меня уже и рукав связан один все так вот тоже отгладить надо так в общем оставлю тоже я здесь наверху его на глазах может быть придет какая-то мысль решу что с ним делать так пряжа это у меня ярнат лили да стопроцентно мерсеризованный хлопок да цвет у нас получается вот такой 53 26 225 метров 50 граммах мне вообще вот это вот пряжа я прям ее обожаю просто я не знаю как я ее люблю в крючке это просто вот мой первый самый фаворит но она конечно толстовата вот чтобы вязать допустим скатерти потому что получается 450 метров она конечно толстовата поэтому я использую для вязания ирис ПНК имени Кирова ой прям я не могу люблю очень люблю у меня хватает пряжи вот как бы на кардиган в общем надо мне решить и довязать решить и довязать раз у меня вот сейчас может быть не пройдет этот запал что я довязываю вещи пока не прошел не знаю насколько меня еще хватит мне прям не хочется новые начинать представляете друзья мои я не знаю на меня прям не похоже так здесь еще одна заветная шкатулочка которая запуталась у меня почему это здесь вот такая коробочка вот это уже проблемы нет вообще нужно взять связать мотивы собрать и все будет хоккейно я не знаю помните вы или нет такая туника у меня на канале есть мастер-класс как вязать как собирать все но у меня была проблема в том что у меня не хватало вот такой пряжи по цвету это пряжа пион вот и получается что мне моя подруга присылала подруга Зоя она присылала пряжу как раз эта пряжа продавалась фикс прайсе и сколько я не смотрела на сайтах везде пыталась выписать я не могла выписать такого же цвета но она мне прислала она тоже покупала фикс прайсе мне теперь достаточно мне просто нужно довязать ее эту тунику и все и в общем-то я собираюсь ее довязать у меня это было и белые мотивы уже здесь прикреплены я их распустила они у меня вот здесь все видите с этими ну то что я распустила отплела так сказать чтобы потом можно было все равно легко там же получается последним рядом присоединяешься поэтому как бы я их распустила и сложила вот они у меня здесь коробочки лежат вот это вот тоже что это у меня я не знаю что-то такое что-то пожелтело поменяла цвета может это пряжа такого цвета в сравнении с пионом тут запуталось что-то это я запутала это не барабашка а это у меня лежит здесь салфеточка моя вот надо ее постирать и положить на стол смотрите моя салфеточка прекрасная по этой салфетке тоже есть мастер-класс на моем канале как ее вязать на основе этой салфетки я показывала как сделать мастер-класс ой скатерть как связать вот салфеточка обалденная красивая вот такая красота да так надо отправить ее в стирочку вот видите если бы не полезла я бы ее бы не нашла она бы еще лежала бы здесь долго так а это у меня тоже что-то такое даже вспомнила это вот этим узором я хотела сделать обработку на своей тунике солнечной хотела сделать по горловине и я вязала вот такую как бы типа дорожку да но она мне не пригодилась потому что она у меня там не вписалась я не стала распускать оставила но у меня такой пряжи больше нету но пусть полежит кто его знает может быть я еще выпишу может быть как бы куда-то определю потому что тоже работа какая-то определенная проделана вот она у меня здесь лежит так здесь у меня еще лежит тоже еще один начатый процесс так запутано все опять же это я запутала это никто мне тут не запутал это я запутала сама так иди сюда где ты там застряла спица это вот круглая кокетка которая связана из пряжи дива вот здесь дива отпарина вот такой цвет тоже у меня есть но здесь проблема стала в чем я ее отпарила и у меня стала большая горловина а я тут уже связала мне придется скорее всего что ну или распустить полностью эту кокетку либо обрезать здесь вот это место набрать петли ну это не проблема и вывязать немножко по другому горловину это не проблема также вот оставлять здесь нельзя потому что здесь вот резинка один на один она конечно подтянулась растянулась стало все как юбочка вот ну из-за того что возникла такая проблема я ее положила и она у меня какое-то время вот уже лежит ну я пока не буду с ней ничего делать но ближе к весне конечно я возьму ее и сделаю что-то с ней потому что это надо делать как бы это не проблема а из пряжи дива я люблю вязать и буду вязать так ну а это я сейчас посмотрела это вот я вытянула но даже я не знаю сейчас я точно не буду вязать это сто процентов может к лету вернусь это у меня вот такой процесс который я вязала из флопса это вот так вот здесь кстати соблюдено это ну как убавки вот здесь я делала убавки здесь вот у меня помечены эти убавки да и это у меня получается я вязала тунику дочери летнюю безрукавку можно сказать или летний жилет да вот это у меня спинка вот эта часть а там у меня перед но скорее всего что я в этом году довяжу и не знаю может будет как пляжная туника может быть не знаю тоже столько связано в общем оставлю это показать то показала поностальгировала посмотрела сколько у меня здесь связано и положу это на место потому что это будет лежать до весны это точно до следующего года а здесь у меня тоже уже начаты нет это скорее всего что образец наверное у меня был я не знаю что я тут планировала вязать что-то связано я сказала или нет что это пряжа флокс пмк имени Кирова которую я покупала в фикс прайсе цвет красивый да я вообще вот такой цвет люблю просто прелесть ну я думаю что на этом достаточно я выбрала для себя парочку изделий которые пару тройку которые я помозгую да над которыми я помозгую вот может быть что-то придумаю и вы увидите уже в готовом изделии а может быть и не придумаю кто его знает посмотрим вот вот так я уже думаю может быть наволочку какую-нибудь сделать вот такую ажурную чтобы зря вот это не ну чтобы не распускать куда-то вот этот именно кусочек задействовать но это придется тогда хотя нет хотя можно выписать подушечку 50 на 50 и связать как бы вот она вот здесь наверное по ширине подойдет здесь можно будет добавить связать допустим просто столбиками или с одним накидом или без накида короче надо подумать надо подумать потому что вот этот вариант стопроцентно я использовать не буду ну в том смысле что я хочу таким узором связать только сверху вот ну что дорогие друзья на этом я наверное свое видео закруглю я желаю вам море вдохновения вот как у меня прям вы знаете я не знаю я наверное какая-то ненормальная в этом смысле потому что я вот сейчас посмотрела свое вязание у меня такое прям настроение у меня прям аж дыхание в зобу спирает от вот этого всего я не знаю я подпитываюсь капитально от этого вот многие конечно может быть меня не понимают что у меня столько начатыши да и вот они лежат какие-то какое-то время но я получаю колоссальное удовольствие от того что они у меня есть что я в любой момент могу их достать и вот так поперебирать и как говорится пошевелить мозгами что мне дальше с этим делать вот но и конечно же я вам желаю здоровья это в обязательном порядке потому что когда здоров и что-то творить хочется и вязать и вообще желание есть конечно же хорошего настроения легких петелек а я с вами на сегодня прощаюсь до новых встреч до новых видео с вами была Ирина всем пока пока